В интернете все больше появляется информация о том, что фрукты и фруктоза чуть ли не смертельно вредны. И все больше моих зрителей обращается ко мне с вопросом, а стоит ли есть фрукты вообще? Может заменить их на что-нибудь другое? Эту истерию разгоняют кетодиетчики, поддерживают ее фрукто-паникеры и все якобы опираются на научные исследования. Я собрал 41 научное исследование и с помощью этих четырех десятков научных исследований мы с вами развеем те 10 предрассудков о фруктах, которые были созданы кетоненавистниками. И что самое важное, определимся с вами с тем, какое количество фруктов нужно съедать минимально и какое можно съедать максимально для того, чтобы получить максимальную пользу для вашего здоровья. А также вы узнаете о том, какие фрукты категорически противопоказаны всем людям. Итак, здравствуйте, с вами Макс Погорелый. Программа наша называется «Обман веществ» и в ней мы с научной точки зрения развеиваем мифы и фейки о питании. Поехали! И как всегда в нашей программе «Отгонять мух лжи от котлет». Правда, мы с вами будем основываясь на результатах научных исследований. Сегодня их 41. Список всех научных исследований вы сможете скачать по специальной ссылке в самом-самом конце. Описание к этому видео. А номер каждого исследования будет стоять на соответствующем слайде, который вы будете видеть вот здесь. Главным грехом фруктов обычно объявляется фруктоза. И сегодня я расскажу вам о том, как по-разному фруктоза из фруктов и добавленная фруктоза влияют на ваше здоровье. Вы узнаете, действительно ли вызывают фрукты ожирение печени и приводят ли они к ожирению всего организма, то есть к повышению веса. Я расскажу о том, приводит ли потребление больших количеств фруктов к диабету и можно ли есть фрукты диабетикам. Узнаете, повышают ли фрукты холестерин, увеличивают ли фрукты риск рака, повышают ли они количество мочевой кислоты и риск подагры. И самое важное, вы узнаете о том, как длительное фруктоедение влияет на здоровье, сколько фруктов можно есть минимально и максимально для того, чтобы получить максимум пользы для здоровья. И я расскажу вам в самом конце о том, какие фрукты есть вообще никогда, категорически нельзя, потому что они противопоказаны всем, они вредят абсолютно всем. Фух, наши предварительные ласки окончены и мы приступаем к фруктам. Начну я с вопроса, что бы вы сказали о человеке, который абсолютно на полном серьезе начал бы утверждать вам, что корова, существо дома вообще бесполезное. Она не ловит мышей, ее нельзя посадить на колено и гладить, и она не будет мурлыкать. Корова не будет охранять дом, и если вы бросите ей палку, то она не принесет вашу палку назад. Я уверен, что вы почитаете такого человека, если не полумным, то полумным. Однако именно такого рода аргументация и приводится в двух видео очень раскрученного футблогера доктора Берга, который на голубом глазу утверждает, что фрукты бесполезны, потому что в них мало белка, в них мало жира, практически нет омега-3 и мало цинка и железа. Поэтому фрукты, собственно говоря, есть не надо, а еще их не надо есть, потому что они приносят целую кучу вреда вашему организму. Эти два видео Берга я буду сегодня развенчивать не потому, что я испытываю к Бергу какие-то личные чувства или там зависть к тому, что Берг блогер-миллионник. Завидовать тут абсолютно нечему, потому что для создания своих двух видео Берг использовал ровно ноль научных исследований, но при этом в них он транслировал все главные предрассудки и все главные аргументы против фрукта и денег, которые и циркулируют в среде кетодиетчиков и фруктопаникеров. Поэтому его видео будут крайне удобны. Любую информацию, которую вы получаете из интернета, нужно проверять на наличие источников и на правдивость трактовок данных этих источников, особенно если эта информация касается вашего здоровья, потому что, как я покажу вам в сегодняшнем видео, неправильная трактовка или подтасовка информации может серьезно навредить вашему здоровью. И последнее все, о чем я буду говорить сегодня, касается только фруктов или фруктовых смузи, но не фруктовых соков, которые лишены клетчатки и поэтому могут оказывать совершенно другой эффект на организм, чем фрукты или смузи, в которых клетчатка есть. Фруктоненавистники транслируют вам идею о том, что фруктоза находится только во фруктах или во всякого рода подслащенных вещах, в овощах фруктозы нет, а в ягодах фруктозы очень мало. Так ли это и почему, собственно говоря, фруктоненавистники вцепились именно в фруктозу? Ведь во фруктах целая куча других сахаров. Это и глюкоза, и сахароза, и мальтоза, и галактоза, но ненавидят именно фруктозу. И главным источником вот этой ненавидимой и очерняемой фруктозы являются, по мнению фруктоненавистников, именно фрукты. Чтобы разобраться в этом, я собрал результаты четырех больших исследований. И вы сейчас поочередно видите на экране таблицы содержания фруктозы и других сахаров в фруктах, овощах и других продуктах. Сфотографируйте их, вам будет удобно использовать эти таблицы для того, чтобы находить количество фруктозы в фруктах, овощах и других продуктах. А чтобы вам было еще удобнее, я собрал данные о количестве фруктозы в наиболее часто попадающих на наш стол продуктах в отдельных инфограммах. Их я дам чуточку позже. Итак, первое, что бросается нам в глаза, это то, что фруктоза есть не только во фруктах, но ее также достаточно много или мало и в овощах. Однако, для того, чтобы определиться с тем, много или мало фруктозы в овощах, нужно сравнить количество фруктозы в овощах с количеством фруктозы во фруктах. И это я и сделал на этой инфограмме. И как вы видите, друзья, если мы сравним количество фруктозы в обычной зеленой молодой капусте или, например, в сладком перце, то ее окажется больше, чем в апельсинах или в дыне. Более того, друзья, в молодой капусте именно фруктозы оказывается практически столько же, сколько в сладком арбузе. Но арбуз сладок не потому, что в нем есть только фруктоза, в арбузе куча и других сахаров. Но речь-то у нас идет именно о демонизируемой фруктоненавистниками фруктозе, которую они объявляют корнем всех зол и корнем вреда фруктов. В огурцах, друзья, фруктозы, как оказалось, больше, чем, например, в сладких абрикосах, сладость которых тоже зависит от других, на содержание в них других сахаров. Что это значит для нас и для всякого рода кето-диечка? А это означает, что, например, обычный простой салатик из 300 граммов молодой капусты, сладкого перца и помидоров содержит столько же фруктозы, напомню, 300 граммов, сколько почти 400 граммов мандаринов и почти 800 граммов абрикос. Друзья, с этой точки зрения претензий доктора Берга на то, что овощи не содержат фруктозы и потому полезны, выглядят смешно и выглядят они еще более смешными, если вы не являетесь поклонником кето-диет, но боитесь фруктов и прибавите к своему салатику кусочек очень полезного цельнозернового пшеничного хлеба. Как оказалось, в цельнозерновом пшеничном хлебе содержится 4,4 грамма фруктозы в 100 граммах. В белом хлебе практически в 2 раза меньше, 2,4 и количество фруктозы в цельнозерновом хлебе равно ее содержанию в киви, а в белом хлебе в клубнике. Согласитесь, что видя эти цифры уже как-то трудно демонизировать фрукты вместе с Бергами и другими кето-диетчиками, усилиями которых, кстати, кето-диета из лечебного типа питания превращена в религию. Слепая вера в слова своих пророков и превращает кето-диету в религию, а каждая религия должна иметь индульгенции. И Берг выдает индульгенцию на потребление ягод, которые, как он утверждает, содержат мало фруктозы в отличии от фруктов. Вот вам скриншот, в котором Берг черным по белому пишет решение ягоды и приводит количество фруктозы в разных ягодах. И снова же врет. Врет, потому что правильное количество фруктозы Берг угадал только в случае с ежевикой, а в случае с черникой, малиной и клубникой он сильно завысил те количество фруктозы, которые в них якобы находятся. Также, кстати, как Берг оболгал и киви, которую он обозвал более высокофруктозным, чем названные им ягоды, но которые он разрешает есть, потому что киви содержит много витамина С. Так вот, в киви, как вы видите, содержится меньше фруктозы, чем в тех ягодах, которые Берг разрешает есть. А как ягоды выглядят по сравнению с фруктами по количеству фруктозы? На этой инфограммке вы видите, что ягоды, которые рекламируются как содержащие мало фруктозы, на самом деле содержат приблизительно в 2-2,5 раза больше фруктозы, чем оболганные кетодиетчиками фрукты. Для вашего удобства в этих трех инфограммах я собрал информацию из четырех научных исследований, таблицы из которых вы видели чуточку раньше, о содержании фруктозы в разных ягодах, фруктах и овощах. Сфотографируйте их себе и пользуйтесь на здоровье. А мы с вами поздравляем доктора Берга в очередной раз с Аврамшей и оглашаем следующий наш вывод. Фруктоза есть и во фруктах и овощах. В обычной зеленой молодой капусте фруктозы больше, чем в цитрусовых, и это надо учитывать. В ягодах фруктозы больше, чем в цитрусовых, абрикосах, дынях и многих других фруктах, но это совершенно не означает, что ягоды вредны. Кстати, я собираюсь сделать видео о рейтинге различных фруктов и ягод. Если вы хотите, чтобы это видео вышло поскорее, то ставьте плюсик, пожалуйста, в комментариях и пишите рейтинг фруктов. И я буду знать, что интерес есть и сниму такое видео. Почему же большее количество фруктозы в ягодах не делает их более вредными, чем фрукты? Да потому что раздуваемый Бергами и другими фруктозоненавистниками миф о том, что любая фруктоза из любых источников и в любом количестве категорически вредна для организма является очередной ложью. И на этом примере, друзья, мы кстати с вами и увидим, каким образом, используя научные исследования, можно создать у людей совершенно неправильное мнение о предмете. То есть просто все переврать. И во-вторых, каким образом создается идея о том, что наука противоречит сама себе. Потому что если вы сравните выводы из исследования, которые я покажу вам сейчас, с теми выводами, которые сделаем мы с вами на основании исследований о влиянии больших количеств фруктов на различные параметры здоровья, от диабета до жирной печени и подагры, то вы увидите, что они якобы противоречат друг другу. Но противоречие это выдуманное. Берем, например, вот это исследование, достаточно свеженькое, 2021 года, и в нем напрямую утверждается, что избыток фруктозы вреден для организма, потому что он перегружает печень, нарушает ее работу и уже посредством этого нарушает работу всех основных главных органов человека. От сердечно-сосудистой системы, сердца, почек до мозга. Исследование говорится, что избыток фруктозы разрушает сосуды и приводит к увеличению количества жира в организме. И вот еще одно достаточно свеженькое исследование, которое приводит многочисленные доказательства того, что избыток фруктозы нарушает нормальную работу сосудок и тем приводит к повышению давления. Используя эти исследования, фруктоненавистники, но не Бергберг, вообще не приводит никаких исследований, не царское это дело. Транслируют идею о том, что фруктоза из фруктов является для вас смертельно опасной. Но это, друзья, обычный подлый подлог. Подлог это потому, что в этих исследованиях речь идет о вреде для здоровья больших количеств добавленной фруктозы. Из сладостей, всякого рода газированных напитков и даже из гамбургеров, которые тоже добавляют сахара, чтобы больше их ели. А подлым этот подлог делает то, что с его помощью Бергберг и другие фруктоненавистники продвигают массы и получают с этого свои бонусы идеи кетопитания. И еще более подлым его делает то, что они навязывают вам те схемы питания, кетопитания, питания с большим количеством жира и малым количеством фруктов, которые в результате разрушают ваше здоровье. Как я покажу вам в этом видео, в отличие от даже большого потребления фруктов, которые ваше здоровье улучшают. В этом видео вы еще неоднократно столкнетесь с этим подлогом. То есть с тем, что фруктоза из фруктов и фруктоза, добавленная к различного рода напиткам или сладостям, это две разных фруктозы, которые по-разному влияют на ваше здоровье. А как пример я приведу вам это исследование. В нем людей сначала кормили пищей, которая содержит 10 граммов фруктозы, это немного, затем в течение двух недель их кормили пищей, которая содержит 100 граммов фруктозы и смотрели на их микрофлору. И разница была в том, что одни люди получали эти 10, а затем 100 граммов фруктозы из фруктозы добавленной, а другие получали те же самые количество фруктозы из фруктов. И разница была колоссальной. У людей, которые получали фруктозу в виде добавленного сахара, фруктозы существенно уменьшалось количество полезных бактерий в кишечнике, а у людей, которые употребляли те же количество фруктозы из фруктов, количество полезных бактерий в кишечнике только увеличилось, что соответственно улучшало здоровье фруктоедов и ухудшало здоровье фруктозоедов. Соответственно, мы с вами делаем очередной вывод о том, что все исследования, которые показали вред фруктозы, показывали вред фруктозы, добавленной в сладкие напитки или в сладости, но не вред той фруктозы, которую люди потребляли из фруктов. Пятый предрассудок, который широко транслируется Бергами и другими фруктоненавистниками, это предрассудок о том, что фруктоза не переваривается в кишечнике и не используется клетками напрямую, как глюкоза, а фруктоза переносится в печень, и бедная печень, вынужденная перерабатывать большое количество фруктозы, страдает и ее ткани перерождаются в жир, то есть печень превращается в так называемую жирную печень. Доказательства вам показывают результаты научных исследований, затем вы смотрите на жуткие картинки, в которых вы видите здоровую печень и жирную печень, и убеждаетесь в том, что фрукты есть нельзя. И это, друзья, является правдой в некоторых случаях, если вы едите большое количество добавленной фруктозы, и то при очень определенных условиях, я расскажу вам чуточку позже о каких, но это является ложью в том случае, если мы говорим с вами о фруктах. И как пример приведу одно исследование, в котором здоровым людям увеличили количество калорий, которые они получали из своей обычной пищи, тем, что одним добавили калорий в виде обычных фруктов, а другим в виде орехов. В результате эти люди получили на 7% калорий больше, чем обычное количество калорий, которые они употребляли. У потребителей фруктов количество фруктозы увеличилось почти в 3 раза, с 9 до 26 граммов. А у потребителей орехов диета была составлена таким образом, чтобы они получали меньше глюкозы. Из 12 граммов, которые они ели до этого, количество фруктозы снизилось до 6 граммов. И это реально низкофруктозная диета, которая показана людям, которые фруктозу с трудом переносят. Но слова 7% калорий сверхобычного в виде фруктов нормальному человеку не говорят ничего, как не говорят ничего мне. Поэтому я взялся за карандаш, калькулятор и пересчитал это количество калорий в фрукты. И получил, ни много ни мало, от 600 до 1300 граммов фруктов в день в зависимости от содержания в них фруктозы. 1300 наименее фруктозных, 600 наиболее фруктозных. Среднее между 600 и 1300 граммами это килограмм. Килограмм фруктов в день в течение двух месяцев ели люди на фруктовой диете. И в результате ни у фруктовой группы, ни у группы потребителей орехов не увеличилось количество жира в печени. Но видимо два месяца это немного, скажут фруктоненавистники. Для того, чтобы печень стала жирной, нужно есть фрукты долго. А долго это сколько? 4,2 года для 52 тысяч человек это долго? Так вот это исследование. 52 тысяч с лишним человек, которые ели большие количество фруктов в течение 4 с лишним лет, показало, что у тех женщин, которые съедали большие количество фруктов по сравнению с теми, которые съедали малое количество фруктов, риск жирового перерождения печени снизился на 23%, а у мужчин на 25%. Что такое были эти малые и большие количество фруктов? И сколько же это было большие количество фруктов? У женщин это составляло от 230 до 1900 граммов в день, а у мужчин от 300 до 2000 граммов в день. То есть наивысшее потребление фруктов составляло до 2 килограммов, и это в течение 4 лет, и это только уменьшило на четверть количество заболеваний ожирением печени. Но и это еще не все, друзья. Дело в том, что даже добавленная фруктоза, и даже в больших количествах, приводит к жировому перерождению печени только и исключительно в тех случаях, если эта фруктоза добавлена сверх ваших обычных калорий. То есть если вы получаете калорий больше обычного и набираете вес, вот в этом случае фруктоза будет действовать на вашу печень отрицательно и приводить к жировому перерождению печени. Если же вы получаете калорий столько, сколько тратите, или меньше, то есть если вы худеете, то наоборот эта фруктоза будет уменьшать риск жирового перерождения печени. Да, скажите вы, однако, возможно, фруктоза из фруктов или не из фруктов действует на печень как-то по-другому. Она ухудшает состояние печени, ведь она перерабатывается в печени, не приводя к жировому перерождению печени. Если бы это было так, то употребление больших количеств фруктозы из фруктов, например, увеличивало бы количество печеночных ферментов, которые сразу же подскакивают в том случае, если ваша печень подвергается какому-либо разрушительному воздействию вирусом, например, или плохим питанием. Но и этого не происходило. То же самое исследование, которое, кстати, суммировало результаты пяти больших научных исследований, показало, что АЛТ, печеночные ферменты, которые говорят о том, что печень подвергается разрушительному воздействию питания, увеличивалось только в том случае, если вы употребляли фруктозы сверх необходимого вам количества калорий. А если употребляли столько же калорий, сколько и тратите, при этом получали большое количество калорий именно из фруктозы, то это никак не влияло на печеночные ферменты, то есть никак не ухудшало работу печени. Да, скажут фруктоненавистники, но может быть печень все-таки подвергается еще какому-то там хитрому воздействию, и все-таки фруктоза печени вредит, даже если вы едите калорий не с избытком. Да, скажу я. И если бы это происходило, то есть если бы печень страдала при употреблении фруктозы, то это увеличивало бы количество воспалительных процессов печени неизбежно, и это повышало бы обязательно риск рака, чего мы с вами на самом деле не видим, и что показало вот это исследование. Это тоже было мета-исследование, то есть в нем объединили результаты 15 различных научных исследований, и оно показало, что если люди употребляли мало фруктов, то есть от 100 до 200 граммов в день, то риск рака печени у них увеличивался, а если не потребляли более 200 граммов фруктов и до 500 граммов фруктов, то риск рака печени у них существенно снижался. Но мы видим, что кривая на графике риска рака печени от количества фруктов идет достаточно резко вниз, то есть мы можем с вами заключить о том, что и большее количество фруктов, чем 500 граммов, будет приводить к снижению риска рака печени. Ну что ж, дорогой мистер Берг, мы в очередной раз поздравляем вас и других фруктоненавистников соврамши. И делаем очередной вывод о том, что если вы будете употреблять большие количество фруктов, и особенно если вы не будете употреблять эти большие количество фруктов сверх того количества калорий, которые вы обычно едите, а замените калориями фруктов, калории из других продуктов, то это только существенно снизит и риски ожирения печени, и риски всех болезней печени, которые выражаются в снижении количества печеночных ферментов, и уменьшит риски рака печени. Шестой фруктозный предрассудок говорит о том, что большие количество фруктозы повышают уровень холестерина в крови, этот холестерин откладывается на стенках сосудов, и это ухудшает здоровье сердечно-сосудистой системы, повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, появляется атеросклероз и увеличивает давление. Что же оказалось в действительности? В действительности даже добавленная фруктоза не приводит к повышению холестерина, а приводит к ровно наоборот. В этом исследовании люди разделили на две группы и кормили их в течение нескольких месяцев. Одну группу диетой, в которой было 10% глюкозы и 90% фруктозы, а другую наоборот, 10% фруктозы и 90% глюкозы. Глюкоза, напомню, всасывается прямо в кровь, используется напрямую клетками организма, и поэтому печень не страдает. А фруктоза, по утверждениям кетодиетчиков и фруктоненавистников, перерабатывается только в печени, и поэтому печень страдает, и это, соответственно, должно отражаться на уровне липидов крови, то есть хорошего, плохого и общего холестерина. Так вот, друзья, сравняйте к двух диет, в которых и фруктоза, и глюкоза добавлялась в виде добавленного сахара, даже не в виде фруктов, оно показало, что уровень общего холестерина и плохого холестерина снижался у обоих групп. Причем у группы фруктозы уровень общего холестерина снижался ровно настолько же, сколько у группы с повышенным содержанием глюкозы, а плохой холестерин, большие количество фруктозы снижали больше. Друзья, напомню, кстати, о том, что 90 граммов фруктозы это реально лошадиная доза даже для человека. А что произойдет, если мы заменим фруктозу добавленную фруктозой из фруктового? Обратимся к тому двухмесячному исследованию, в котором людям увеличивали количество калорий фруктами и орехами, и убедимся в том, что и в группе фруктов, и в группе орехов уровень плохого и общего холестерина снижался, в группе орехов, правда, несколько больше. И количество фруктов, напомню вам, там было от 600 до 1300 граммов в день, и эта фруктоза добавлялась сверх обычной нормы. Люди даже увеличили свой вес, то есть были все предпосылки для того, чтобы эта фруктоза из фруктов повредила здоровью. Но при этом даже потребление фруктозы вместе с увеличенным количеством калорий не привело к ожирению печени и не ухудшило репидных параметров крови, потому что, объясняют исследователи, это были молодые люди, которые достаточно активно занимались спортом, поэтому даже набор веса им не повредил. Кажется, я уже пролил достаточно лечебного бальзама на раны фруктолюбителей, но я еще не вылил, пардон, достаточно яду на фруктоненавистников. Дело в том, что большинство из них продвигает идеи кетопитания, умалчивая о том, что кетодиета у подавляющего большинства людей, которые исследуют, повышает уровень плохого и общего холестерина. Например, вот это исследование, в нем дети с эпилепсией, а кетодиета изначально разрабатывалась именно как лечебная диета для людей с эпилепсией, питались по варианту кетодиеты 6 месяцев. И за эти 6 месяцев у них существенно увеличился уровень общего и плохого холестерина, а уровень хорошего холестерина существенно снизился. И эти очень негативные изменения сохранялись у них в течение 12 месяцев после прекращения питания по варианту кетодиеты и исчезли только через 24 месяца, 2 года после прекращения питания по кетодиете. И это, друзья, дети, у которых редко бывают нарушения липидного обмена, то есть хорошего и плохого холестерина. Можете себе представить, что кетодиета делают с людьми взрослыми, у которых уже есть эти нарушения. Я сказал, можете представить, но на самом деле, друзья, вы представить себе этого не можете. Ученые тоже не могли этого представить, поэтому они разделили людей на две группы. Одна группа придерживалась кетодиеты в течение более 11 лет, а вторая питалась по обычному варианту, который включал и фрукты. И оказалось, друзья, что и у взрослых кетодиетчиков уровень плохого холестерина существенно повысился, но и это было не самым страшным. Вторичным выводом из этого исследования, который ученые не ожидали, оказалось то, что за 11 лет наблюдения количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний в группе кетодиеты было в 2,2 раза выше, чем в группе у людей, которые питались по обычному, даже не по здоровому варианту, в 2 раза выше. То есть, друзья, кетодиета в 2 раза сильнее повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми людьми, которые питаются по обычной диете. А если вы сравните их с людьми, которые питаются по здоровому варианту, то это увеличение будет, конечно, существенно больше. А о том, как влияют большие дозы фруктов на риск сердечно-сосудистых заболеваний и на гипертонию, повышенное давление, я расскажу вам в конце этого видео, но не для того, чтобы держать интригу, просто все вместе эти сведения помогут нам определить то, какие количество фруктов будут полезными. А мы, друзья, делаем следующий вывод о том, что даже большие количество фруктов от 600 до 1300 граммов в день приводили к снижению уровня плохого холестерина, а следование кетодиеты, наоборот, увеличивало и уровень плохого холестерина, и риски сердечно-сосудистых заболеваний. И в этот раз, друзья, мы не просто поздравим Берга и других кетодиетчиков и фруктоненавистников с Аврамши, мы еще и попеняем им за то, что они своим враньем про вред фруктов навязывают вам тот тип питания, который существенно увеличивает риски болезни сердца, и если бы только болезни сердца. Дело в том, что питание по кетодиете на самом деле не является той панацеей от диабета, которой его любят представлять, а фрукты не являются тем врагом номер один диабетиков, какими его представляют, и фрукты не повышают риска диабета. Вы не ослышались сейчас, потому что кетодиетчики и фруктоненавистники используют как главный аргумент против фруктов тот факт, что в фруктах, кроме фруктозы, много разных сахаров, соответственно уровень сахара в крови повышается, и это нарушает способность организма контролировать уровень сахара в крови и приводит к диабету. Это был, друзья, седьмой предрассудок о фруктах, и одновременно спойлер, и прежде чем рассказать вам всю правду о диабете и фруктах, я хочу поблагодарить двух людей, которые сделали возможным выход этого большого и сложного видео. Это люди, которые творят благие дела полуинкогнито, Елена из Ирландии, которая заказала это видео, и Владимир, который поддерживает наш канал на постоянной основе, давая нам возможность быть непредвзятыми, и который своими вопросами о том, вредна ли фруктоза, и многочисленными исследованиями, которыми он делился со мной по этому поводу, и помог мне таким образом в подборе исследований, которые я использовал для создания этого видео. Спасибо большое Елене и Владимиру, и вы тоже можете поддержать наш канал, например, лайком. Вы можете поддержать и нас, и других людей, как делают Елена и Владимир, и другие наши спонсоры, помогая нам снимать объективные, незаангажированные видео, и нести правдивую информацию в массе тем, что вы закажете какие-то конкретные видео, или проголосуете за темы видео, которые есть у нас на специальной страничке голосования. И последняя информация в нашей неизбежной рекламно-благодарительной паузе, это информация о моей страничке в Телеграме, в которой я публикую мои статьи на те темы, которые я не успеваю освещать видео, и там вы тоже можете задавать мне вопросы. Адрес моей странички в Телеграме, адрес нашей странички в Патреоне, и другие полезные ссылки вы найдете в описании к этому видео. Спасибо большое и движемся дальше. Итак, говорим о фруктах, как о причине диабета, и о продукте, запрещенном диабетикам. В своем видео Берг рассказывает о том, что фруктоза перерабатывается прямо в печени, и это увеличивает инсулинорезистентность печени, то есть снижает способность печени реагировать на инсулин, и таким образом способствует диабету. А фрукты, помимо фруктозы, содержат еще и много сахара, которые повышают уровень сахара в крови, снижают способность организма контролировать уровень сахара. Так говорит Берг, не приводя ни одного результата научного исследования в подтверждение своих слов, не царское это дело, а научные исследования говорят на самом деле совершенно о другом, потому что на самом деле употребление фруктов только снижает риск появления у вас диабета. Причем разные фрукты, как видите из результата этого исследования, снижают риск диабета по-разному, и только дыни чуточку повышают риск диабета, все остальные фрукты риск диабета снижают. И больше всех на самом деле черника, в которой весьма много фруктозы. И это подтвердило другое исследование, объединившее результаты нескольких десятков исследований о влиянии фруктозы из фруктов, напитков, просто добавленной фруктозы, на способность организма людей с диабетом и без диабета контролировать глюкозу. И это исследование показало, что и у людей с диабетом, и у людей без диабета, фруктоза из фруктов снижает инсулинорезистентность, то есть повышает способность организма реагировать на тот инсулин, который выделяет поджелудочная железа, и это снижает риски диабета. Помимо этого, и у диабетиков, и у недиабетиков фрукты снижали индекс жирового перерождения печени, а индекс инсулинорезистентности, о которой говорит Берг, снижался у людей без диабета при употреблении фруктов и немножко повышался у диабетиков. А фруктоза из газированных напитков, то есть добавленная фруктоза, снижала риск диабета, но при этом увеличивала риск жирового перерождения печени и инсулинорезистентность печени. И это вам, друзья, и подтверждение того, что фруктоза из фруктов и добавленная фруктоза по-разному влияют на наш организм, и подтверждение того, что фруктоненавистники снова врут. Мы с вами, друзья, переходим к очередному выводу, но чтобы его сделать, я привлеку еще раз ваше внимание к тому, что на основании многих исследований и этого в частности, фруктоза не оказывает вредного влияния на гликемический контроль, то есть на способность организма контролировать уровень сахара в крови и на риск диабета. В том случае, если вы употребляете эту фруктозу из фруктов или добавленную как часть вашего обычного рациона в составе общей калорийности, а не сверх той калорийности, которую вы должны есть для того, чтобы поддерживать ваш вес стабильным. Именно об этом нам и рассказал мета-обзор, в который было включено 155 различных исследований и в которых употребление фруктозы из фруктов или нет снижало параметры, которые показывают на риск диабета. А как же влияет кето-диета, которую продвигает доктор Берк и другие фруктоненавистники на риск диабета? Я задался этим вопросом, я перерыл кучу исследований и нашел целых три больших исследования, в которых людей в течение многих лет кормили кето-диетой и определяли то, как это влияет на риск диабета. В первом исследовании участвовало 4500 человек и они питались по кето-диете 12 лет, во втором исследовании около 500 человек на протяжении 3,6, а самое большое исследование охватило 40 тысяч с половиной человек, которые питались по варианту кето-диеты целых 20 лет. И все три исследования показали один результат. Риск диабета увеличивался приблизительно на 30% у людей, которые длительное время питались по варианту кето-диеты, которую Берк и другие фруктоненавистники представляют нам как способ борьбы с диабетом и способ избежать диабета. Просто офигенно, друзья! Но подталкивание Берга и других кето-диетчиков, людей в сторону отказа от фруктов в пользу кето-диеты, то есть от диеты, которая снижает риски диабета к диете, которая их только повышает, это не самый их большой грех. Самый большой их грех это то, что они отталкивают от фруктов диабетиков. Да-да, тех самых диабетиков, которым фрукты якобы запрещены. Так вот, друзья, исследования показали абсолютно другое. Друзья, это давние исследования 70-х-80-х годов. В те времена, когда кето-диета еще считалась лечебным способом диеты, а не была модным поветрием и способом заработка многочисленных фрунов. И вам покажутся поразительными и ее результаты, и то, что об этих результатах так мало сейчас известно в мире. А мало о них известно в мире благодаря фармакологии, которая продает свои лекарства от диабета, благодаря всякого рода кето-диетчикам, которые создают громадный мыльный пузырь информации о вреде фруктов при диабете, и благодаря незнанию людей о том, что можно, изменив свое питание, избавиться от диабета, даже инсулинозависимого, и предотвратить развитие диабета у тех людей, у которых сейчас есть предиабет. Итак, друзья, мы с вами переносимся в далекий 1976 год. В этом году доктор Натан Приткин открыл центр, где для лечения пациентов с диабетом, инсулинозависимых и нет, использовав специальная диета и физические упражнения. Он назвал ее программа Приткина. Питание этих пациентов было богато свежими фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами. И долговременные, и кратковременные результаты были поразительными. У всех пациентов существенно снизился уровень глюкозы в крови. И около половины пациентов с начальной формой диабета второго типа выздоравливало, а почти половина инсулинозависимых больных диабетом смогли прекратить прием инсулина, а остальные снизить его количество. И три четверти больных отказались от препаратов, которые помогали им контролировать уровень глюкозы в крови. И это, друзья, реально офигеть как круто. Если бы такие результаты давало какое-либо лекарство, то об этом лекарстве сейчас трубили бы из любого телеграфного столба. Но зато о программе Приткина большинство из вас ничего не слышало, как и о других исследованиях, которые доказали результаты программы Приткина. Например, вот это. В этом исследовании участвовало почти 7 тысяч человек с ранней стадии диабета и 181 человек с нарушенной толерантностью к глюкозе, то есть у которых еще не было при диабете. Диета одних людей содержала высокое количество овощей и фруктов при сниженном количестве жиров, а контрольная группа питалась по обычной диете с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. То есть именно той диетой, которую обычно и рекомендуют больным диабетом их доктора вместе с их лекарствами. Результаты. После 5 лет следования высокофруктово-овощной диете у половины больных исчезла толерантность к глюкозе, то есть состояние, которое может привести к предиабетическому, а более половины больных диабетом после 5-летнего следования этой программы выздоровело и они оставались здоровыми еще 6 лет, на протяжении которых за ними наблюдали. Но не это даже главное, друзья. Большая проблема больных диабетом в том, что у них существенно повышены риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней. Так вот за этими больными, которые проходили программу, наблюдали еще 12 лет после ее окончания и оказалось, что уровень смертности у людей в диетической группе, которые потребляли высокофруктово-высокоовощную диету, половина из которых излечилась от диабета, был аналогичен, причем вне зависимости от того, излечились они от диабета или нет. Вот уровень смертности у них был аналогичен уровню смертности у людей без диабета, а в группе, которая питалась по стандартному антидиабетическому питанию с низким количеством углеводов и с большим количеством жиров, уровень смертности был существенно выше, чем у людей без диабета или у людей группы, которая питалась по диетическому варианту. А именно люди, которые получали противодиабетическое лечение и питались по стандартному пропагандируемому сейчас варианту высокожировой низкоуглеводной диете, умирали в два раза чаще, чем те люди, у которых даже оставался диабет, но которые питались по диете с большим количеством фруктов и овощей. То есть такая диета еще и уменьшает риски повышенной смертности даже у больных диабетом, что чрезвычайно важно. Это разумеется не значит, что большое количество фруктов полезны всем людям с диабетом или без. О количестве фруктов для разных людей мы с вами сегодня еще поговорим, потому что далеко не всем людям показаны большие количество фруктов. Некоторым нужно уменьшить количество фруктов для того, чтобы не нанести вреда здоровью. Об этом вы узнаете чуть позже, оставайтесь с нами. По номерам исследований, о которых я рассказал вам чуточку раньше, вы найдете всю информацию о программе доктора Приткина и других исследованиях, а именно о том, как выстроить вашу антидиабетическую диету. Это открытое исследование, вы можете скачать их целиком в интернете по тем ссылкам, которые я дал, перевести с помощью Google Translate и самостоятельно изменить ваше питание. Если вам нужна помощь специалиста, то буду рад ее предоставить. Я рассчитываю специальные лечебные диеты для больных диабетом и больных другими заболеваниями, и подагрой, и повышенным давлением, и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и многими другими. И новым зрителям моего канала я напомню, что индивидуальные лечебные рационы, которые я рассчитываю, кстати, и для снижения веса, и для набора веса, я рассчитываю, исходя из 14 научно обоснованных параметров питания, в то время как подавляющее большинство диетологов все еще считают рационы по старинке и на коленке, основываясь на количестве калорий и балансе белков, жиров и углеводов. На самом деле, лечебный рацион, он потому и лечебный, что он рассчитывается индивидуально под вас, как шьется хороший костюм, и для этого нужно большое количество различных параметров и информации от вас, от результата в обследовании до того, как вы едите. Поэтому, если вам необходима моя помощь как специалиста, обращайтесь, пожалуйста, в любом мессенджере по номеру телефона, который вы видите сейчас на экране, или пишите мне по имейлу, или вы можете сами, используя ту информацию, которую я даю в моих многочисленных видео, в статьях на моем сайте, добиться тех же результатов, которых добились пациенты в программе Приткина и других похожих программах избавления от диабета правильным питанием. А мы с вами переходим к еще двум предрассудкам, которые вдалбливают нам в голову Берг и другие фруктоненавистники. А именно предрассудок о том, что употребление фруктов снижает уровень гормона сытости, грелина, и таким образом побуждает людей переедать. И кроме этого, что фруктоза перерабатывается в печени непосредственно в жир, который тут же, из-за того, что инсулин повышается из-за большого количества сахаров, в фруктах тут же откладываются у нас на талии, то есть употребление больших количеств фруктов, по утверждению Берга и других фруктоненавистников, повышает наш вес. Так ли это? Поднимаем научное исследование, которое не удосужился поднять доктор Берг и обнаруживаем, что да, реально, через полчаса после употребления порции фруктов в целых 700 граммов, уровень грелина несколько упал. До того уровня, на котором он находился до употребления 700 граммов фруктов, уровень грелина, напомню, гормона сытости поднялся только через 2,5 часа, а через 4 часа он поднялся существенно выше этого уровня. Прав ли доктор Берг? Увы или к счастью нет, друзья, потому что грелин это далеко не единственный гормон, который регулирует нашу сытость. И теперь следите за руками, потому что тут действуют наперсточники. Да, уровень грелина снизился, но необходимо смотреть не только на уровень грелина, но и на уровень голода, который за те же полчаса существенно снизился, а уровень сытости у людей, съевших те же 700 граммов фруктов, существенно увеличился. И уже потом, на протяжении оставшихся 3,5 часов, уровень сытости медленно снижался, а уровень голода медленно повышался. Грелин, друзья, не единственный гормон, который регулирует наше пищевое поведение, поэтому употребление фруктов на самом деле не приводит к уменьшению сытости или увеличению голода, и не побуждает нас переедать из-за того, что у нас снижается уровень грелина. Причина тут совершенно в другом. На самом деле и фрукты, и любые другие сладости увеличивают количество эндорфинов. Это так называемые гормоны удовольствия у нас в мозгу, но это увеличенное после употребления фруктов количество гормонов удовольствия начинает достаточно быстро падать. И для того, чтобы поддержать наш кайф на прежнем уровне, на самом деле организм и побуждает нас есть больше фруктов, чем нам было бы нужно. Как с этим бороться? А бороться с этим очень просто на самом деле. Для того, чтобы избежать переедания фруктов, просто ставьте перед собой на стол свою порцию фруктов. Остальные храните где-нибудь в холодильнике и съедайте эти фрукты неспешно, для того, чтобы растянуть ваше удовольствие. Вам будет хотеться еще, однако, возьмите себя в руки, обождите еще полчасика, уровень сытости у вас повысится, уровень голода упадет, а уровень грелина постепенно подтянется. А уровень эндорфинов, от того, что вы смогли преодолеть себя, у вас тоже повысится. Его можно повышать различными способами, не только поеданием сладости, и таким образом вы избежите переедания фруктами. Как видим, даже не соврав по поводу грелина, доктор Берг соврал в главном. Поздравляем его в очередной раз, совравши, и посмотрим на то, как употребление фрукта влияет на ваш вес. Снова же напомню о том исследовании, где людей кормили сверх их обычного количества калорий, повышенным количеством фруктов, плюс от 600 до 1300 граммов, и повышенным количеством орехов. Вес у них вырос приблизительно одинаково. То есть, несмотря на то, что количество фруктозы у людей, потреблявших фрукты, составляло приблизительно 24 грамма фруктозы, и было в 4 раза выше, чем в группе орехов, уровень жира, который они накопили за это время, не превышал того уровня жира, который люди накопили при употреблении орехов. Соответственно, употребление фруктов, даже при избытке калорий, обращаю ваше внимание, никоим образом не провоцирует рост веса больше, чем другие диеты. При этом фрукты нельзя есть бесконтрольно, как вы бесконтрольно на самом деле не едите сладости. Фрукты это продукт питания, который может принести вам значительную пользу, и количество которого нужно съедать в тех объемах, которые являются для вас лично полезными. О том, кому больше, а кому меньше, мы еще сегодня поговорим. И я не зря несколько раз уже привлекал ваше внимание к тому, что фруктоза не наносит вреда в том случае, если вы употребляете ее в тех рамках, которые являются вашим пределом калорийности, то есть выше которого вы не набираете веса. Именно поэтому наш следующий вывод. Употребляйте фрукты в том количестве, в котором они не повышают вашего веса. Это и будет ваш индикатор того, что вы употребляете фрукты в правильном количестве. Один из индикаторов, потому что есть еще и другие. И кстати оценить то, насколько сбалансировано ваше питание не только по употреблению фруктов, но и по употреблению других продуктов, вы можете, используя мой бесплатный онлайн тест, в котором вы отвечаете на три десятка вопросов. Вводите ваш правильный имейл, потому что именно на ваш правильный имейл вы получите результаты этого теста. А именно то, насколько велики у вас риски воспалений, риски закисления организма и накопления вредных продуктов обмена веществ, риск повышения веса, каков уровень гликемичности вашего рациона и каков риск раковых заболеваний. И в нем же вы получите рекомендации по изменению питания и рекомендации о том, какие анализы вы можете сдать, для того, чтобы проверить, не нанесло ли ваше питание, если оно было неправильным, вреда вашему здоровью. Ссылку на этот тест вы найдете в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. И по весу это, кстати, еще не все. Я расскажу вам об одном уникальном исследовании, в котором люди 4 месяца питались по варианту фрукторианской диеты, то есть в основном фруктами и как это отразилось на их весе. И нам с вами осталось еще узнать, сколько фруктов можно съедать кому и какие фрукты опасны всем. Но перед этим я кратко развею последний десятый предрассудок о том, что употребление фруктозы, в том числе и из фруктов, увеличивает уровень мочевой кислоты в крови, а это повышает риск подагры и других неприятных заболеваний. Это мета-исследование, которое объединило результаты трех больших исследований, и оно показало, что употребление фруктов, в отличие от употребления добавленной фруктозы, снижает уровень мочевой кислоты в крови и риски подагры. А употребление газированных напитков, то есть добавленной фруктозы, повышает его так же, как повышают и фруктовые соки. Если помните, я говорил вам о том, что все наши выводы касаются только фруктов, но не соков, и о том, что фруктозы, они разные. Вывод о подагре и мочевой кислоте понятен. Понятен? А мы переходим с вами к интереснейшему исследованию, в котором люди потребляли громадные дозы фруктов на протяжении четырех месяцев. Это уникальное исследование, оно прошло в 1971 году, почему-то оно длилось только четыре месяца, и потом люди перешли на нормальное питание. И с тех пор ученые никогда не повторяли исследований о переводе людей на фрукторианскую диету, даже достаточно правильную. Почему? Вы поймете сейчас. В этом исследовании принимало участие 18 людей в возрасте от 26 до 64 лет, и их результаты сравнивали с результатом фрукторианки с 12-летним стажем, которая, однако, как специально отмечается в исследовании, была преподавателем физкультуры, и поэтому много и активно двигалась, и это снижало вредное воздействие фрукторианской диеты на ее организм, хоть и не до конца. Так сказано в исследовании. Баланс белков, жиров и углеводов был у них не слишком правильный. 7,5% белка, обычно минимум это 10, жира было 37,5%, это несколько больше обычно рекомендуемого, и углеводов, в основном сахаров из фруктов, было около 54,5%, это считается нормальным уровнем. Белка, как я уже сказал, было меньше, чем обычно, на 20-25%, как считают проводившие исследования ученые, но тем не менее, хотя уровень белка в крови у них за первые половины эксперимента, за 12 недель, упал, но затем он повысился практически до первоначального уровня, показывая то, что даже при питании, в котором много сахаров и мало белка, организм поддерживает нормальный уровень белка какое-то время. Из плюсов было то, что у всех участников эксперимента быстро повысилась энергичность и выносливость, а у тех четырех, у которых было повышенное давление, оно снизилось до нормального. И также у тех, у кого были проблемы с запорами, наладилась дефекация. Что же они ели? Ели они не только фрукты, иначе, как вы понимаете, они не набрали бы такого невероятно большого количества жиров и достаточно высокого для фруктоедов количества белка. Пример их рациона вы видите сейчас на экране. В день они съедали от 25 до 45 граммов орехов, и помимо орехов они съедали большое количество фруктов. Большие это более 2 килограммов в день. Полезным источником жиров, как вы видите по этой таблице, у них были еще и авокадо, и в этой же таблице перечислены все виды фруктов, которые эти люди съедали, с указанием порций, которые они ели. По мнению Берга и других фруктозоненавистников, такие лошадиные дозы фруктов, то есть 2 килограмма в день, должны были бы существенно ухудшить здоровье этих людей и существенно повысить их вес. Помните, я еще обещал рассказать вам о повышении веса при высоких количествах фруктов. Так вот, друзья, несмотря на то, что участники эксперимента потребляли действительно громадное количество сахаров из фруктов, тем не менее у них улучшились параметры здоровья, в частности способность к контролю уровня сахара в крови. А именно, уровень глюкозы в крови натощак через 12 недель снизился по сравнению с началом исследования. Уровень глюкозы в крови натощак уже через 12 недель у них снизился по сравнению с началом исследования. А уровень глюкозы после еды, то есть употребления фруктов через 30, 60, 90 и 120 минут был и через 6 недель, и через 12 недель существенно ниже, чем в начале, когда они питались по обычному варианту. Что говорит о том, что организм адаптировался и переваривал эти большие количества фруктов весьма успешно, не давая сахару скакать до небес. То есть способность организма участников эксперимента контролировать уровень сахара в крови существенно улучшился, а резистентность к инсулину снизилась. То есть повысилась чувствительность к инсулину, что говорит о том, что у них снизился риск диабета. При этом у фруктоедки со стажем 12 лет способность контролировать уровень сахара в крови после еды был существенно хуже, чем у участников эксперимента. И именно это плюс то, что способность участников эксперимента контролировать уровень сахара в крови только ухудшалась и побудила прервать этот эксперимент после 4 месяцев. И это подводит к нас к выводу о том, что длительное исследование фрукторианской диете с высоким употреблением фруктов, 2 кг в день, даже при достаточно высоком употреблении энергии из жира. А те фрукторианцы, которые не едят орехов и авокадо, вынуждены добирать калории из фруктов, то есть съедать еще большее количество фруктов, то есть сахара. Так вот фрукторианская диета с высоким количеством фруктов нарушает со временем способность организма сопротивляться высокому количеству сахара и может постепенно привести к развитию диабета, чего не произошло у фрукторианки со стажем 12 лет. Потому, как объясняют ученые, что она являлась учителем физкультуры и активно двигалась и не набирала веса. И кратенько перед тем, как мы с вами перейдем к тому, какие количество фруктов кому можно съедать и какие фрукты есть нельзя, мы вынесем с вами последний урок из этого исследования фруктоедов. А именно поговорим о том, повысило ли колоссальное количество фруктов 2 кг в день их вес. Нет, никак нет. Несмотря на то, что эти люди потребляли от 2100 до 2400 калорий и потребляли громадное количество фруктозы, которая якобы перерабатывается в печени в жир и который инсулин, который поднимается от сахара в крови, прямиком перетаскивает в клетки вашего тела, как говорит доктор Ковальков, имеющий клинику по снижению веса. Тем не менее, вес у участников эксперимента слегка снизился через 6-12 недель, а потом поднялся, но все равно через 4 месяца даже он оставался ниже того веса, с которым они вошли в эксперимент. И это, друзья, в очередной раз подтверждает наш вывод о том, что вы не наберете веса от фруктов больше, чем от других продуктов, и вы не наберете веса от фруктов в том случае, если вы будете есть их не сверх вашей обычной калорийности, а в составе обычной калорийности вашего рациона. Итак, друзья, мы развеяли 10 предрассудков о фруктах, использовали многочисленные исследования, из которых мы убедились, что фруктоза не вредит здоровью в основном, если вы не употребляете ее сверх вашей обычной калорийности и употребляете во фруктах. И сейчас мы с вами можем перейти к ответу на вопрос о том, сколько можно съедать фруктов, но перед этим мы зададимся вопросом, кому? Потому что разным людям можно съедать разное количество фруктов, и это зависит от их способности утилизировать фруктозу, то есть ее переваривать различными способами. Ведь в отличие от того, что вам рассказывают Берки и Ковальковы, несмотря на их миллионные просмотры и наличие белого халата у Ковалькова и отсутствие его, кстати, у Берга, на самом деле фруктоза не попадает абсолютно вся к вам в кровь и не попадает абсолютно вся потом к вам в печень. Фруктоза переваривается совершенно по-другому в зависимости от той дозы фруктозы, которую вы съели. А именно, друзья, как показывают результаты научных исследований, небольшие дозы фруктозы, то есть менее 1 грамма на килограмм веса тела, я вешу приблизительно 65 килограммов, то есть я могу съесть 60 граммов фруктозы. И в этом случае фруктоза, попав в мой тонкий кишечник, будет преобразована ферментом кетогексексеназа в глюкозу и органические кислоты. И уже глюкоза, а не фруктоза попадет ко мне в кровь и не нарушит состояние печени. Если же вы съедаете фруктозы более 1 грамма на килограмм веса тела, то вот в этом случае существенная часть фруктозы попадает в кровь и перерабатывается печенью. А тот избыток фруктозы, который не усвоится у вас в тонком кишечнике, попав в кровь, он попадет вашим бактериям и бактерии переработают эту фруктозу, в частности с выделением большого количества газов, что вы очень скоро почувствуете. 60 грамм фруктозы, друзья, это весьма большое количество. Это чуть больше килограмма черники или 2 килограмма апельсинов, например. Однако, таким приятным образом фруктоза перерабатывается, к сожалению, далеко не у всех людей, потому что есть люди, которые называются мальабсорберы фруктозы. Это люди, которые могут мало фруктозы усвоить и переработать в их организме. Таких людей по разным подсчетам от 40 до 70 процентов и при употреблении фруктов или больших количеств фруктозы, это не касается ни сахарозы обычного сахара, ни глюкозы, эти люди испытывают массу неприятных симптомов. У них могут быть диарея, может быть избыточное количество газов, непостоянные блуждающие були в кишечнике из-за спазмов кишечника и они также могут страдать от отрыжки воздуха. Само наличие такого рода неприятных симптомов при употреблении не очень существенных количеств фруктов уже может говорить о том, что вы мальабсорбер фруктозы. Есть, кстати, тесты на мальабсорбцию фруктозы, они определяют ее наличие по количеству водорода в выдыхаемом вами воздухе, вы можете эти тесты купить в интернете. Причем мальабсорбция фруктозы, она у людей колеблется в очень широких пределах. Кто-то не может есть фруктозу практически вообще, кто-то может съедать достаточно существенную, там 20-25 граммов фруктозы. Счастливцы могут съедать там и до 90 граммов фруктозы и переваривать ее без каких-либо проблем. Соответственно, мы делаем вывод о том, что усвояемость фруктозы это ваша личная особенность. Вы должны подобрать то количество фруктов в зависимости от количества фруктозы в них, которое вы можете съедать безопасно. Но если у вас есть мальабсорбция фруктозы, то есть при употреблении фруктов или газировки с фруктозой у вас начинает бурлить в животе, означает ли это то, что вам нужно отказаться от фруктов? Никоим образом нет. А вот о том, почему вам не нужно отказываться от фруктов, вы узнаете в конце этого видео, где я покажу исследование, многолетнее исследование употребления существенных количеств фруктов и как это влияло на различные болезни. Если вы подозреваете у себя мальабсорбцию фруктозы, то вам нужно просто подобрать, как я уже сказал, нужную дозу фруктов и съедать их в нужном виде. Как правило, отмечают ученые, 10-15 граммов фруктозы в виде фруктов не вызывают у мальабсорберов фруктозы никаких неприятных симптомов. А вот уже 25 граммов фруктозы могут вызывать бурное газоотделение у где-то от 11 до 50% людей. Что такое 25 граммов фруктозы? Это приблизительно полкилограмма высокофруктозных черешин или арбуза. То есть достаточно существенное количество. Если фрукты вызывают у вас неприятные ощущения, то ученые рекомендуют отказаться полностью от фруктов и от высокофруктозных овощей. Я давал вам инфограммы о том, сколько содержится фруктозы во фруктах и овощах в начале видео. На 2 и может быть до 6 недель. Обычно это то время, которое требуется, чтобы кишечник пришел в порядок. И затем вы можете начать вводить небольшие количества фруктов. Выбирайте, понятное дело, малофруктозные. И определить таким образом ваш личный уровень потребления, который позволит вам переваривать эти фрукты без проблем. И ориентируйтесь при этом, это наш следующий совет, на ваши личные ощущения и на плотность кала, наличие газов, спазмы в желудке, отрыжку. И определите то количество фруктов, которое вам полезно и съедайте эти фрукты не за один раз, а распределяя их по дню на 3-4 раза. Фрукты можно съедать с белковыми продуктами, потому что белковые продукты увеличивают усвояемость фруктозы, то есть для маль-абсорберов фруктозы. Особенно они позволят увеличить количество фруктозы, которое эти люди безболезненно съедят. О том, с чем можно смешивать фрукты, а с чем их нельзя смешивать, я рассказываю в отдельном видео. Ссылку на это видео вы тоже найдете в описании, как и ссылку на мое видео о раздельном питании, где я развеиваю мифы раздельного питания. Одним из которых является миф о том, что фрукты нужно есть только отдельно, только независимо от любых других продуктов. И помимо маль-абсорберов есть еще одна существенно большая группа людей, которым употребление некоторых фруктов запрещено. Это больные с синдромом раздраженного кишечника, он имеет очень широкий спектр различных симптомов. И помимо фруктозы, неприятные симптомы у этих людей могут вызывать и другие ингредиенты, которые содержатся и во фруктах, и в зерновых продуктах, и в овощах. Для этих людей составлены специальные списки, существует специальная диета Фодбабс, которая и определяет то, какие продукты им можно есть, от каких продуктов стоит отказаться. И отказываться они могут не ото всех фруктов. Вот на этой табличке вы сейчас видите некоторые продукты, которые людям с синдромом раздраженного кишечника можно есть, не особо опасаясь за возникновение симптомов. И как вы видите, счастливым образом в число разрешенных продуктов входят и некоторые фрукты. Итак, сколько фруктов можно есть и от каких фруктов лучше отказаться. Для того, чтобы понять, сколько фруктов можно есть, мы сейчас с вами быстренько пробежимся по исследованиям, в которых люди употребляли весьма существенное количество фруктов в течение очень длительного времени. И посмотрим, как это сказалось на риске различных смертельно опасных заболеваний. Вот исследование 108 тысяч человек на протяжении 28 лет. Эти люди регулярно заполняли дневники питания и по ним ученые определяли то, как различные продукты влияют на состояние их здоровья и на риски различных заболеваний, и на риски смерти от различных заболеваний, потому что существенная часть людей, участников эксперимента за это время умерла, и ученые смогли на этом основании сделать весьма точные выводы. Так вот, выводы этого исследования показывают, что употребление фруктов снижает риски смерти от всех возможных причин, уже если вы съедаете всего-навсего 250 граммов фруктов в день, а употребление 500 граммов несколько повышает риски смерти, но они все равно остаются существенно ниже, чем если бы вы не ели фрукты вообще. Для овощей этот предел составляет 300 граммов, и после употребления 300 граммов овощей риски смерти от всех причин уже не увеличиваются, а если вы будете есть фрукты и овощи вместе, то вместе 300 граммов и тех и других уже снизят риски смерти до приемлемого уровня, и обратите внимание, друзья, что употребление фруктов снижает риски смерти больше, чем употребление овощей, а употребление и фруктов, и овощей вместе еще больше снижает эти риски смерти, и если вы употребляете до 800, это в этом исследовании граммов фруктов и овощей вместе, то ваш риск смерти существенно снижается. Речь сейчас идет о снижении риска смерти от всех причин, потому что какие-то причины употребления фруктов или овощей, например, наоборот могут увеличивать, а какие-то уменьшать существенно сильнее. И сейчас мы с вами разберемся в рисках смерти от различных заболеваний по отдельности. Для чего? Для того, чтобы понять сколько можно и сколько нужно есть фруктов. Для этого, друзья, давайте посмотрим на мета-анализ, то есть на исследование, которое объединило результаты других исследований. Это было 44 исследования, в каждом из которых принимало участие от 200 с лишним тысяч до 2 миллионов человек на протяжении десятков лет. Риск смерти от инсульта, если вы ели фрукты, снижался в любом случае вплоть до отметки 800 граммов. Больше просто не было, но судя по тому, что кривая смерти от инсульта все время снижалась, мы можем с вами обоснованно заключить, что и увеличение количества фруктов тоже будет снижать риск смерти от инсульта. Овощи снижали риск от инсульта сильнее, чем фрукты, а фрукты и овощи тоже сильнее, чем просто фрукты. А вот риск смерти от других сердечно-сосудистых заболеваний, исключая инсульт, снижался одинаково. И от употребления 600 граммов овощей, и от употребления 800 граммов фруктов, причем мы видим, опять же, из кривой, что увеличение количества фруктов, очевидно, привело бы и к большему снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, как видите, употребление фруктов даже в существенных количествах по 800 граммов в день только снижало риск сердечно-сосудистых заболеваний. И напомню вам, друзья, о том исследовании, в котором люди почти 12 лет питались по варианту кето-диеты, и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у них возрос в два с лишним раза по сравнению с людьми, которые питались по обычному варианту, что еще раз подтверждает нам, что употребление фруктов только улучшает ваше здоровье. Риск смерти от рака снижался до количества фруктов в 700 граммов, и по характеру кривой, потому как она идет вниз, мы можем с вами заключить, что и большее количество фруктов тоже снизит смерть от рака. Что же касается рака и влияния на рак кето-диеты, которую так любит доктор Берг и прочие фруктоненавистники, то об этом я снял отдельное видео, напоминаю, и там показано, что кето-диета совершенно не является ни панацеей для людей, у которых уже есть рак, и что она снижает риски рака только для некоторых видов рака, и то далеко не у всех. Особенно сильно фрукты снижают риск смерти от заболеваний органов дыхания, и порекомендую вам мою статью о том, каким образом высокожирная диета повышает риски смерти от болезней легких, в том числе и от ковида. Видео я такое еще, к сожалению, не снял. А вот на риск смерти от нейродегенеративных заболеваний, то есть болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона или старческой деменции, потребление фруктов в любом количестве практически никак не влияло. И еще я обещал вам рассказать о том, как употребление фруктов влияет на давление. Так вот, метаанализ нескольких исследований показал, что употребление фруктов существенно снижает давление, и этот метаанализ остановился, к сожалению, на отметке в 700 граммов в день. Однако дальнейшее увеличение количества фруктов, судя по характеру кривой, будет только снижать риск повышения давления. То есть мы определились сейчас с вами с тем, что и 600, и 800 граммов в день только снижают риски большинства основных убийц человечества. По 700 граммов в день это в общем-то немало. Стоит ли употреблять больше фруктов? Как я уже сказал, кривые риска различных болезней только снижаются при увеличении количества фруктов. Поэтому при выборе количества фруктов ориентируйтесь на ваши внутренние ощущения, на то не набираете ли вы веса. Напомню, что вам нужно снижать будет количество калорий из других источников. Прежде всего рекомендую снижать количество калорий из жиров, именно которые высококалорийны и реально наносят вред организму, из продуктов, которые содержат много жиров. Ориентируйтесь также на исследование, о котором я рассказывал вам, о отсутствии риска повышения количества жира в печени у мужчин и у женщин на 23, у женщин на 25, у мужчин при съедании больших количеств фруктов, а там они съедали до 2 кг фруктов в день, и это только снижало риски жирового перерождения печени. А низшей отметкой, как мы видим по этому исследованию, ученые считают все-таки не 250 и не 300 граммов, они считают, что избыточные смерти, то есть те, которых можно было избежать изменениями питания, начинают увеличиваться, если вы снижаете количество фруктов ниже 500 граммов в день и овощей ниже 700 граммов в день. И в мире можно было бы избежать от 5,5 до почти 8 миллионов смертей в год, если бы люди ели вот эти количество фруктов, 500 граммов и овощей 700 граммов хотя бы. Однако, напомню, не все фрукты полезны. То есть выводы наши оптимистичны. На вопрос, есть ли фрукты, отвечаем, есть. На вопрос, сколько есть, отвечаем, много. Ориентируйтесь на состояние вашего кишечника и на вашу жировую прослойку. Ешьте и фрукты, и овощи. Пусть у вас их будет приблизительно пополам. Или овощей несколько больше, чем фруктов. Каких фруктов стоит избегать? В процессе поиска исследований для этого видео, я наткнулся на два исследования, которые, честно говоря, повергли меня в шок. Поскольку в моем детстве, когда свежих фруктов зимой не было, только яблоки, которые мы хранили в погребе, и которые быстро достаточно становились ватными и невкусными, а апельсины и мандарины купить можно было, ну, несколько раз за зиму, мама специально консервировала. И я помогал ей колоссальное количество различных фруктов и муехели. Так вот, оказалось, друзья, что употребление консервированных фруктов существенно повышает риски смерти в целом от всех причин. В частности, каждые 100 граммов консервированных фруктов в день повышают риск смерти аж на 14%. Это реально много. А результаты метаанализа четырех громадных исследований, в которых в общем участвовало несколько миллионов человек, показало, что увеличение количества потребляемых консервированных фруктов от одного до двух, трех и более раз в неделю, только увеличивает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает общую смертность. А две и более порции консервированных фруктов в неделю при этом все-таки снижают риски рака. Ну и на том, слава богу. Вот, собственно говоря, и последний вывод нашего расследования. Не следует есть консервированные фрукты. Лучше ешьте мороженое. А еще лучше ешьте фрукты свежие. Сезонные свежие фрукты сейчас можно купить всегда. Будь то наш сезон, когда наши фрукты растут, или чужой сезон, когда к нам привозят другие фрукты. Но ешьте их побольше и будете здоровы. Еще раз напоминаю вам о том, что я буду признателен за подписки на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить объявления о следующих видео. С признательностью и наилучшими пожеланиями. С вами был ваш Макс Погорелый, программа «Обман веществ», в которой мы с вами с научной точки зрения развеиваем мифы и фейки о питании, которые рассеиваются с корыстной целью различными, не побоюсь этого слова, негодяями. До скорых новых встреч!